МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень хорошее времяпровождение, умение, навыки владеть своим телом. Спортивные соревнования для детей из оздоровительных лагерей. Если мы дальше продолжим такую сваженную работу, то мы завершим сварку срок и качественно. На Белорусской АЭС начался монтаж главного циркуляционного трубопровода. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 27 июня в администрации прошло очередное заседание административной комиссии. Подробности далее. В этот раз на рассмотрение комиссии было представлено 7 протоколов по статье 27 областного законодательства «Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время». «Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22 до 6 часов в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей». По трем протоколам комиссия вынесла решение наказать нарушителей минимальным штрафом в тысячу рублей. После профилактической беседы один из нарушителей отделался предупреждением. Шумному призывнику, собирающемуся ночью на утреннюю явку в военкомат, повезло. Комиссия в его случае поступила снисходительно и прекратила дело по данному факту. Любительница Меломанка, проигнорировавшая приглашение явиться на заседание административной комиссии для объяснения своего поведения, заплатит теперь 3 тысячи рублей штрафа. В областном центре определили лучшего среди сотрудников дорожно-патрульной службы. За это звание боролись 12 инспекторов ГИБДД из различных подразделений региона. Победители отборочного этапа, показавшие лучшие результаты в своих территориальных подразделениях, состязались в знании правил дорожного движения, законодательных актов, а также жестов регулировщика. Победителем конкурса стал инспектор специализированного взвода оперативного реагирования младший лейтенант Леонид Савченков. Именно он теперь представит Смоленскую область на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. На хоторе Загорье в Починковском районе на родине Александра Твардовского отметили 107-ю годовщину со дня его рождения. Гостей праздника встречали персонажи его знаменитых поэм. Каждый мог выбрать для себя одну из множества организованных площадок – литературную, музыкальную, фольклорную или народных промыслов. По традиции, во время праздника было названо имя лауреата Всероссийской литературной премии имени Александра Твардовского. В этом году им стал московский поэт Владимир Силкин. В Смоленской области появится энциклопедия о ветеранском движении региона. Для этого областная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ведет сбор информации об образовании и развитии ветеранских организаций каждого района Смоленщины. Сбор информации осуществляется до 1 августа. 21 июня в Десногорске стартовал 10-й международный патриотический слет Отечества, в котором в этом году принимают участие более 100 ребят из разных городов в присутствии атомных станций Республики Беларусь. 9 дней ребята проходили обучение по военной и поисковой подготовке. 28 июня им была предоставлена возможность показать свои умения и навыки. Подробности далее. Каждый день расписан по минутам. Кто-то уже готовится к торжественному закрытию слета и разучивает песни, кто-то дежурит на кухне, а у кого-то еще занятия по сборке и разборке оружия. Вот так проходят все будни участников слета Отечества. За 8 дней ребята узнали и научились многому. Если у меня получится, то я приеду сюда на следующий год и буду рекомендовать своим друзьям. В этом слете мне очень нравятся физические нагрузки, так как я спортсмен, занимаюсь 4 года рукопашным боем. Нагрузки такие же практически, как и тут, но тут чуть-чуть будет посложнее. Я втянулась в это уже к концу всего лагеря. Вот в последние 5. Поначалу было очень трудно. Физические нагрузки, всякие упражнения, это было очень трудно, но сейчас нам очень нравится уже здесь. Как уже давно повелось, еще с первых лет завершающий этап обучения на слете – это соревнование. В этом году командиры назвали это испытание тропой мужества. 17 этапов – это не шутки. Взобраться по отвесной стене по канату, переправа через болото по бревну, метание ножей, стрельба из пневматической винтовки, множество веревочных переправ, поиск и, конечно же, оказание первой доврачебной помощи. Но самое главное, что учитывается, командирами – это умение работать в команде. У нас вот финишная, грубо говоря, прямая, которая покажет, насколько они у нас подготовлены, что они у нас подчеркнули для себя нового, насколько они усвоили тот материал, который мы им преподавали. Смотрим в сплоченность, подгоняем время, сразу указываем на ошибки. Для физически неподготовленного человека эти испытания оказались бы сложными, но только не для участников слета. Полоса препятствий была не очень сложной, все это мы знаем, все это мы умеем, и переправа понравилась мне больше всего. Полоса препятствий была, она очень легкая, так как нам все объясняли, помогали в этом. Мы работали командой, больше всего мне понравилось не то, что какие-то элементы, а то, что мы работали командой и друг другу помогали. Мне больше всего в слете понравилась наша командная работа, потому что если бы не она, то не было бы ничего этого, не было бы никаких результатов, и мы бы не достигли таких высот. Команды, показавшие лучшие результаты, награждены сегодня на торжественном закрытии мероприятия. Более подробно смотрите в завтрашнем выпуске. Стали известны результаты единого государственного экзамена по обязательному предмету – русскому языку. Эту дисциплину в Смоленской области сдавали свыше трех тысяч выпускников. Из них более 99% справились с итоговой работой. 1059 человек, а это 28%, получили 80 баллов и выше. На 100 баллов экзамен сдали 22 выпускника. Это представители школ Смоленска, Гагарина, Вязьмы, Рославля, Починка, Ярцево и Десногорска. Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели 17 выпускников, что составляет около 0,4% от общего числа участников ЕГЭ. Однако у тех, кто не справился с работой в основной период проведения государственной итоговой аттестации, будет возможность пересдать экзамен сегодня, 29 июня, при положительной оценке по математике. Уже несколько лет в детскую художественную школу приходят заниматься рисунком и живописью вполне состоявшиеся в жизни люди, построившие свою карьеру, но неравнодушные к творчеству разных возрастов и профессий. С 26 по 30 июня жители города могут посмотреть на работы этих художников. Выставка «Живописная радуга» располагается на первом этаже детской художественной школы. В нее вошли работы 14 человек. Здесь вы сможете увидеть натюрморты, написанные акварелью, гуашью, углем, пастелью, а также работы, выполненные масляными красками. Сейчас немного о спорте. В Десногорске прошли 12-е традиционные соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти Григория Порецкого. В них приняли участие воспитанники летних оздоровительных лагерей в двух возрастных группах. В программе соревнований были заявлены бег метания дротиков по воздушным шарам, дистанция бега – 300 метров. 28 июня на спортивном поле детской и юношеской спортивной школы прошли соревнования по мини-футболу. О том, кто стал победителем, расскажем в нашем сюжете. Помериться силами в открытом поединке на траве изъявили желания все воспитанники детских оздоровительных лагерей из 1-й, 3-й, 4-й школ и Дома детского творчества. В соревнованиях приняли участие 36 ребят в возрасте 80 лет. Это очень хорошее времяпровождение, умение, навыки владеть своим телом так же. И работа головой, мячом, ногами, даже, можно сказать, всем телом. И очень хорошо развивает мышление, даже надо определять, куда мяч приземлится. Ну, в принципе, очень широкий спектр действий на площадке. Играли по олимпийской системе два полуфинала, матч за третье место и финал. Победила команда третьей школы. На втором месте средняя школа номер один. Бронза у ребят из лагеря четвертой школы. Все участники турнира получили сладкие призы, победители и призеры – грамоты. Организаторы соревнований благодарят школьных педагогов по физической культуре за помощь в проведении и подготовку юных спортсменов. И в завершении выпуска сюжет о том, как Росатом меняет временные стандарты строительства атомных станций. Сроки выполнения самых сложных и ответственных работ за счет снижения потерь и организации производственного процесса сокращаются в разы. При этом качество остается неизменным. Один из примеров эффективного строительства сооружения Белорусской АЭС. На первом энергоблоке Белорусской АЭС начался важнейший этап строительства – монтаж главного циркуляционного трубопровода. Еще несколько лет назад эта операция длилась почти 10 месяцев. Сегодня на нее требуется в три раза меньше времени. Если реактор – сердце атомной станции, то главный циркуляционный трубопровод – его основная артерия. Во время работы АЭС в ней непрерывно циркулирует вода, нагретая до 320 градусов под давлением в 160 атмосфер. Выдержать такие нагрузки могут лишь специальные бесшовные трубы с толщиной стенки в 70 миллиметров. Из них и собраны все 130 метров главного циркуляционного трубопровода. Раньше все его части сваривали вручную, но при строительстве нововоронежской АЭС-2 впервые была применена автоматическая сварка. Это позволило сократить сроки монтажа с 305 дней до 72. После того, как мы заварили первые два стыка без брака, без дефектов, появилось понимание, что если мы дальше продолжим такую сваженную работу, то мы завершим сварку в срок и качественно. Сокращению сроков сварки более чем в три раза во многом способствовали и предложения по улучшению технологического процесса, которые поступали непосредственно от рабочих и инженеров, производящих работы. В частности, было предложено проводить предварительную укрупненную сборку блоков трубопровода, отслеживать готовность оборудования к сварке и наличие необходимых материалов, вести контроль сварных швов параллельно со сварочными работами. Когда ты организуешь систему планирования и контроля за ходом работ и убираешь потери из этих работ, внося улучшения, посмотри, каких сумасшедших результатов можно досвидеть. Белорусская АЭС возводится по российскому проекту с реакторными установками ВВР-1200 поколения 3+. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020. Сооружение атомной станции идет в соответствии с планом, однако белорусская сторона и госкорпорация Росатом на прошедшем в Москве международном форуме Атомэкспо договорились ускорить темпы работы. Пример сокращения сроков сварки главного циркуляционного трубопровода показывает, что возможности для повышения эффективности строительства есть. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин